Дорогие братья и сестры! Наступает последняя неделя Великого Поста, потому что Страстная Неделя — это уже не Великий Пост, это особая неделя, которую святые отцы называют Крестной Пасхой. Потому что Пасха переводится с еврейского языка как «прохождение мимо» или в контексте «избавление», «спасение». Так вот, Господь заповедал нам совершать память о Его страданиях и смерти и воскресении. То есть все это является Пасхой. Поэтому Страстная Неделя — это особая неделя, когда Господь восходит на Крест, приносит Себя в жертву за грехи всего мира. И затем сходит в ад, разрушает его, выводит души, ожидающие спасения из ада, и воскресает из мертвых. И затем возносится на небо и садится одесную Бога Отца. В этом всем заключается тайна нашего спасения. И вот Господь сегодня, мы слышим, в Евангелии идет, восходит в Иерусалим, то есть от Иерихона идут они с учениками, с двенадцатью учениками. И Господь говорит им прямым текстом. И Господь говорит, куда он идет, что он идет в Иерусалим, и он будет схвачен, предан на суд книжников и фарисеев, книжников и первосвященников. И будет предан в руки язычников, и будут издеваться над ним, и оплюют его, и убьют его. Но он в третий день воскреснет. И вот говоря все это, все эти слова не находят отражения в душах учеников. Они не слышат его. И то, что они его не слышат, свидетельствует то, что двое из них, сыновья Заведеевы, Яков и Иоанн, подходят к нему и спрашивают, можно что-то о чем-то попросить тебе? И Господь говорит, просите, и тогда они просят, что когда он придет во славе, то есть воцарится, то даст им право одному сесть по правую, другую по левую сторону. То есть быть вельможами великого царя. Тогда Господь говорит им, что это не от него зависит. И спрашивает, можете ли пить чашу, которую я буду пить? И можете ли креститься крещением, которым я буду креститься? И они говорят, можем, они не знают, о чем идет речь. Хотя он сказал открытым текстом, они это не слышат. И тогда он им отвечает, что да, вы будете и чашу пить, которую я пью, и крещением креститься, которым я буду креститься. Но да, сесть по правую и левую сторону, это кому будет дано, тот и сядет. Кому уготовано, тот и сядет. И когда 12 остальные 10 учеников услышали о том, чего просят эти двое, они начали возмущаться, начали спорить между собой. И тогда Господь призвал их всех и сказал, вы же знаете, что князья господствуют над народами. И вельможи их владеют, владычествуют над этими народами. Но у вас так да не будет. Но тот, кто из вас хочет быть первым, будь всем рабом. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы самому послужить к спасению многих и предать душу свою за спасение многих. Сегодняшнее Евангелие, оно предваряет Страстную Седмицу. Потому что Господь уже говорит, куда Он идет. И что крещением будет креститься. Это крещение... Мы часто не понимаем, в чем смысл крещения. Даже того, которым крестят нас. Крещение, по сути дела, это смерть. Крещение. Это умирание для себя. Это отвержение себя. Умирание для себя. И жизнь для Бога. А еще живем, Богове живем, говорит апостол Павел. Так вот, Господь идет креститься страшным крещением. И апостолы безрассудно говорят, и мы можем. Но они уже не слышат Христа. Они уже от Него отошли. Они так не думают, конечно. Но уже сейчас, когда они просят того, о чем не понимают, они уже свидетельствуют о том, что они отделены от Него. И Евангелие начинается с того, что Господь идет впереди. Первым идет. А они где-то сзади. Потому что боятся. Уже этот страх начинает появляться в них. Но они еще надеются, что ведь с нами же Мессия. И кто же Его тронет-то? Кто же может тронуть Сына Божьего? Он неприкосновенен. И поэтому, хоть они и боятся, но все же идут. Надеясь на то, что их учитель всех победит, его царица. Но когда они приходят в Гефсиманию и Господа хватают, и не просто хватают, вводят на суд, и там его бьют и плюют на Него, это все, видит Иоанн Богослов, который был вхож во двор первосвященника. И кто видит Петр, который стоял, грелся у костра, то их последняя надежда пропадает. И они понимают, что надо бежать и прятаться. Ибо другого выхода нет. Потому что они видят уничижение, видят оплевание, видят избиение. И, конечно, когда Пилат выводит уже на Лифастротон избитого, потому что так было положено в то время, если ты не римский гражданин, его показания только под пытками принималось. истекшего кровью в терновом венце, когда они видят эту немощь, и Пилат говорит, все человек, то есть такой же, как и все, плоти кровь, тогда они совсем, их вера уходит в ноль. Не остается ничего, не той решимости пылкой Петра душу свою положить, ни других апостолов. А сейчас это уже видно, уже сегодня, в сегодняшнем Евангелии, которое предваряет Страстную неделю, уже видно этот страх, уже видно эта бездна, которая начинает снова разделять человека с Богом. И, конечно, апостолы в тот момент, когда Господь шел на свои страдания и смерть, и ад, они не могли за ним пойти, потому что это человеку невозможно. Но самое интересное сегодняшнее Евангелие, это то, что Господь говорит о том, что Он пришел установить другое царство. И царство Божие, оно имеет другой характер, нежели царство земное. Оно абсолютно противоположное. Он говорит, что вы знаете, как устроен мир человеческий, что те князья, они владеют, они властвуют, они повелевают, они порабощают, они угнетают. Но Господь идет установить другое царство, и Он царь нового царства. И царь нового царства не вошел на трон, а вошел на крест. Вошел на крест. И подножие ног его, это не то подножие царское, под которое склоняли головы и шеи побежденные враги, и на которых, на этих подножиях иногда пировали до того момента, пока те побежденные и пораженные цари и князья не издыхали от удушия под этим подножием. А подножие ног царя Иисуса Христа это та перекладина нижняя, которые были прибиты гвоздями его ноги. И, конечно, это никто не мог предвидеть. Даже пророки, пророчествующие об этом, даже Исаия, который называется ветхозаветным евангелистом, который описал это все задолго до Христа, до пришествия Христа, даже он вряд ли мог представить себе, что это будет за жертва. Даже он не мог представить себе, что Сын Божий, ставший человеком, возьмет на себя грехи всего мира и взойдет не на трон, а на крест и распнет их эти грехи вместе с собой на кресте. Уничтожит, как говорится в Тропаре шестого часа, рукописание грех наших растерзавый. То есть рукописание это приговор. Приговор человеку был вынесен о вечной смерти, о вечном содержании в аду, в рабстве греха. И этот приговор никто не мог отменить, потому что этот приговор сам человек решил навлечь на себя. Только Господь, восшедший на крест, его разорвал, растерзал этот приговор. Но по приговору должен умереть приговоренный к смерти. И умирал человек. и был приговорен к этой вечной смерти. И она должна была состояться неотвратимо. Но Господь умирает вместо нас. О чем сегодня говорит Он в Евангелии нам. Что Сын человеческий не пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою за многих. Что Он и сделал. И сегодня мы, находясь уже в последнем шаге от Страстной Седмицы, последние несколько шагов, мы, конечно, должны посмотреть себе в душу. А насколько мы, граждане этого нового Царства Христова, насколько в нашем разуме, в нашем сердце отражается христианство, насколько мы слышим больше, чем слышали апостолы тогда, понимаем ли мы, какую дорогую цену заплатил Господь для того, чтобы мы снова были с Ним, и чтобы мы были очищены от этой духовной проказы, проклятия, смерти и греха. Потому что, если мы не понимаем этой жертвы Христовой, то мы тогда еще и не христиане. Весь пост нужен для того, чтобы подойти с осознанием, с пониманием того, что Господь совершил ради нашего спасения. И поэтому, приближаясь к этим дням, будем размышлять, будем всматриваться в себя, отражается ли в нас Христос, или мы живем иными представлениями, как оно должно быть. Христос не только говорил, и не столько говорил, как ни странно, никакого нового учения Он не принес, не записал ни одной буквы. Да, Он говорил, но больше Он делал и сделал, чем говорил. Потому что много можно говорить, но если ты не делаешь, то о чем ты говоришь, то твои слова пустые. Он воплотился, Он воплотил заповедь любви, Он ее явил своей жертвой, к чему призывает и нас отвергнуться себя, взять крест свой и идти за Ним. Аминь.